МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И, наверное, эти искренние добрые слова проложили первый мост дружбы, которому без малого более 40 лет. Маленькая девочка, которая старательно выводила немецкие слова, ныне учитель иностранных языков, директор Сахагимназии города Якутска Валентина Васильевна Сафраниева. Этой весной по ее приглашению ее немецкая подруга Петра впервые побывала в Якутии. Вместе с ней из города Гамбург, Германии, приехали дети в рамках школьного обмена, а также поддержки программы инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это такая организация процесса обучения, при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются вместе со своими сверстниками безинвалидности, и означает раскрытие каждого ученика с помощью образовательной программы. Хотелось бы рассказать пару слов о проекте школьного обмена «Мосты Брюккенцум Диалог», руководителями которой являются директор Мобусаха-гимназии Валентина Васильевна Сафраниева, а также наш деловой партнер из Германии Маттиас Бургхарт, который является начальником ведомства по делам образования федеральной земли Гамбург. С 2014 года, согласно договору о сотрудничестве, у нас реализуется ежегодно проект школьного обмена, по которому к нам приезжают ежегодно дети с Гамбурга, и также наши ученики имеют возможность ответного визита. Нынешний проект отличителен тем, что в составе нынешней группы имеются спортсмены с гонбольной командой, которые имеют ментальные нарушения. То есть, иными словами, в данном проекте Сахагимназия выступает также и участником формирования инклюзивной культуры в мировом сообществе. Также хотелось бы добавить, что в рамках предусмотренной программы были проведены различные мероприятия, как культурного, образовательного, так и спортивного характера. Самое главное, это мероприятие состоялось, спортивное мероприятие по гонболу среди наших учителей, учащихся, и также реабилитационного технику интерната, и также данной спортивной команды. То есть, спорт объединяет все народы. Мы хотели бы выразить то, что дружба не имеет никаких границ, будь то инклюзивное образование, либо общеобразовательное. Гости посетили уроки, приняли активное участие в школьных мероприятиях, концертах, также посетили музеи, римско-католическую церковь, эколого-этнографический комплекс Чочур-Муран, царство вечной мерзлоты, ледовый парк, сокровищницу Якутии. Проект называется «Мосты», и это значит, что те, которые принимают участие в этом проекте, они как являются мостами между Германией и Россией. В этот раз это вмешанная группа, значит, это ученики из моей школы, они, некоторые учатся русскому языку как второму иностранному языку, некоторые вообще не знают язык, им просто интересно, вот, все, что здесь на самом деле происходит. А вторая часть группы, это спортивная команда, где я тоже играю, а это инклюзивная гандбольная команда, значит, там играют люди с ментальной инвалидностью. И это у нас вот уже такая программа, что они вместе играют там с людьми без инвалидности, и мы все вместе играем, у нас одна цель, мы хотим играть в гандболь. Это вмешанная группа сейчас здесь на 10 дней, в Усахо-гимназии, и мы здесь тоже будем заниматься спортом, но им, конечно, тоже интересно посмотреть, как живут так далеко, в таком городе, в Якутске, при такой климате. Я уже одиннадцатый раз здесь, всегда с разными группами, с учениками, с учителями, с дочками, вот, и мне лично здесь вообще все очень нравится. Люди такие хорошие, добрые, Сахо-гимназия такая хорошая школа, даже интересно, что так далеко от Германии, там, учатся немецкому языку. И я просто хочу немножко, ну, тоже служить там мостом между Германией и Россией, Якутией. Школа, в которой вы работаете в Гамбурге, она какой направленности? Это общеобразовательная школа, там учатся, учат дети, там, с пятого до тринадцатого класса. Очень большая школа, у нас тысяча шестьсот учеников, учениц, сто пятьдесят педагогов. Там, ну, в общем-то, как направления разные есть, там, вообще там общеобразовательная школа. Ну, что касается иностранных языков, и русский язык есть. Это не у всех школах в Германии так, но у нас есть, значит, с седьмого класса ученики могут учиться русскому, как второму иностранному языку. Я сам учитель русского языка и физики. У нас у каждого учителя есть два предмета. Я с седьмого класса тоже учился русскому, как второму. Ну, потом, ну, я часто тоже в России общаюсь, стараюсь говорить более-менее правильно, но иногда получается, а иногда нет. Сложный язык, конечно, но я, в общем-то, уже в школе, как влюбился в Россию, в русскую литературу и тоже в русский язык, поэтому так, может быть, и получилось. Музыка 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 Продолжение следует... Маттиас Бурхард подготовил гонбольную команду для дружественной встречи с учащимися Якутского республиканского техникма-интерната и учителями Саха-гимназии. Маттиас Бурхард подготовил гонбольную команду для дружественной встречи. Маттиас Бурхард подготовил гонбольную команду для дружественной встречи. И я тоже играю в команде в Гамбурге. Это команда с людьми с ментальной инвалидностью, а я там играю без инвалидности. Это значит, что я помогаю. Я первый раз в Якутске, здесь мне все очень нравится, это очень замечательно. Все, что мы уже пережили и что еще будет в программе, значит, тоже люди, тоже вообще климат и город, и все, что мы видели, это для меня очень много незабываемых впечатлений. Я первый раз в Якутске, и мне здесь все очень нравится, потому что меня очень хорошо, очень добро там принимали, и я уже много узнали о якутских традициях, о жизни здесь, в этом городе. Я сейчас как сопровождающая учительница одной внешней группы, это группа из учеников и учениц, и из игроков одной гонбольной, инклюзивной гонбольной команды из города Гамбурга. В этой команде играют люди с ментальной инвалидностью, и дети, ученики, и вот спортивные люди, они как уже в Гамбурге вместе занимались, там, например, спортом, и здесь они вместе и в программе, они как-то занимаются всеми темами вместе. Это тоже какой-то инклюзивный проект, значит, и ученики учатся новому, и тоже игроки спортивной команды. Значит, вы говорили о том, что значит инклюзия в Гармане, да? Это значит, что вот не только люди с инвалидностью отдельно и люди без инвалидности, нет, они все вместе, и каждый человек играет, например, в гонболь, и занимается всеми темами, как он может. И мы не смотрим на то, что человек не умеет, мы смотрим на то, что он умеет. И это для нас, значит, инклюзивное образование и тоже инклюзивный вид спорта. По итогам встречи первое место заняла сборная команда города Гамбурга, второе место за республиканским техникум-интернатом, третье – за Сахагимназией. Я уже в третий раз в Якутске. Уже в третий раз? Да, уже. А что вас привлекает уже в третий раз в Якутске? Ну, в первый раз я была с группой с учителями, и там я жила в семьях. И мне очень нравится, вот, Якутск, и Холла тоже. И второй раз я была с шесть детей в Якутске, и я совершила практику в Сахагимназии, и я была как учительница немецкого языка. И сейчас это третий раз, потому что мне очень нравится Якутск, и я люблю, вот, да, «Айзен», как будет, путешествовать, да? Да. Ага, ты очень хорошо говоришь по-русски. Да, я училась русский язык в школе, в шестом классе я начинала учиться русский язык до 12 класса. И, да, по-моему, русский язык — это очень интересный язык, и чуть-чуть сложно учиться, но, да, я думаю, это хорошо и интересно, и это хорошо для путешествовать в России тоже. У нас уже были в Сахагимназии шесть проектов, в основном это обмен учителями, обмен учениками, а в этот раз это как-то необычный проект, это инклюзивный обмен. А они тоже хотели узнать, что такое Якутск, потому что часто, когда у нас гости из Якутска, они тоже у меня были на тренировке, они посмотрели там, как мы это делаем, инклюзивный, там, инклюзивный спорт, и поэтому были такое знакомство. А сейчас эта группа здесь, и они очень там восхищают, они очень там довольны, они узнали уже много, о якутске, о традициях, они узнали, что такое якутская весна. У нас насыщенная программа, благодаря учительниц Сахагимназии, и для меня это тоже очень незабываемый проект. Большое и прекрасное начинается с малого и доброго. Переписка двух девочек из разных стран — пример настоящей, искренней и нежной дружбы. сегодня переросла в международный межнациональный проект «Действительно в мост дружбы», миссия которой — укрепление дружбы, единства между нациями и народами.